МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и лишайте меня, брат. Да и ей 18-й год, и что, ей еще дедом отдадут? Нет. Ага, сейчас. Обрадовались. Возраст не главное. Почему 17-летняя дочь ушла от матери? Где живет и что будет дальше? А ребятишек вас кладали сегодня? В прошлом году? Ну, это Нина, потом мальчика, когда я забеременела. Троих забрали под угрозой четвертой. Почему за женщиной следит уголовно-исполнительная инспекция? И подтвердился ли сигнал? Мама тушила огонь? Держат в страхе всю округу. Что стало причиной и стоит ли бояться за ребенка? И начнем с проверки новых сигналов. Сразу несколько жалоб поступило из Волгинского района. Мы приехали в село Кокорино. Говорят, здесь женщина несколько лет пьет, не работает и, соответственно, не следит за ребенком. Хозяйку дома мы застали на улице, женщина подтвердила. У нее трое детей, из которых одной еще нет 18-ти. Но девочка давно живет у брата. Она у брата живет. Почему? Вы сами видели, что я тут живу. А вот этот дом у меня дров нет утопить. Я без мужа живу. Где я дрова возьму? А где муж? Ну, мы с ним в разводе уже 16 лет. Но он помогает, не отказывается? Нет, просто платит алименты. Элементарно 15 тысяч. Как я могу ребенку на такие деньги содержать? Ну, вы можете устроиться на работу. У вас ребенок же не трехлетний. Согласно семейного кодекса, дети несовершеннолетние должны жить со своими родителями. А не с братом, не с сестрой, не с бабкой, не с теткой. Почему ребенок не живет с вами? Можно было бы устроиться с минимальной заработной платы на работу и оформить единое детское пособие. Я пыталась, я на работу напозднее. Здесь можно в школе устроиться? Нет, нельзя. Тут уже все вот это... Ну, как детский садик. Кого караулить-то у нас тут? Ну, не тут, но... Чего вы и выехать-то вообще туда не можете? Не могу. Вы ее на дню пять раз не кормите, горячую еду ей не варите, вещи ей не стираете, в школу на собрание не ходите. Я вечером хожу, проверяю, навсегда дома. Вечером вы все время пьяные, что вы говорите-то? Кто вам сказал такое? А вы людей побольше послушайте. Кроме меня есть много таких. Женщина попыталась найти еще множество оправданий, но обстановка в домике, в котором она сейчас проживает, говорила более красноречиво. Скудный набор продуктов, банка из-под бражки и повисший в воздухе запах сигарет. Это то, что не могло остаться незамеченным. Ну и лишайте меня, брат. Да и ей 18-й год. И что, ее сейчас где-то дома дадут? Нет. Ага, сейчас. Обрадовались. А как думаешь? Я ей вырастила одна, и никто не ростил. Вы рожали ее одна, мы не рожали ее. И все же слова матери мы решили перепроверить, а заодно посмотреть, где сейчас проживает девочка. Вы живете здесь постоянно, да? Да. А почему с мамой не живете? Почему с мамой не живете? Честно. Не хочу. А почему не хотите? Честно. Потому что она пьет. Вот. Потому что, вот это ключевое слово, потому что она пьет. Она давно с вами живет? Да. У меня что-то много было давно. Но он в новый холл. А я здесь сплю. А мать, помогай деньгами. Я здесь сплю. Ты там сплю. Она говорит, она каждый день приезжает. Приходит каждый вечер. Проведывает. Утром, вечером. Проверяет, да? Ты не хочешь к маме сама? Нет, только если за вещами там какие-то. Она приводила кого-то домой, приводит или одна пьет, ходит? Она то ходит, то приводит. На работу не собирают? Нет. Ее пытались устроить много раз, но она отказывалась. При нас женщина не стала заходить в дом. Но ответы детей мы все же услышали. Возможно, девочке действительно лучше остаться у брата. Вы лечиться не собираетесь? Никогда не пробовали? Да я врач не запойная. Три-четыре дня пробила. Сейчас мы поговорили с вашим сыном, с дочкой. Но они тоже подтвердили, что вы пьете, хорошо достаточно пьете. Три-четыре дня мне больше хватает. У меня больше здоровья не хватит. Думали когда-нибудь изменить свою жизнь-то? Или вас устраивает? Сейчас мы обсуждали. Вообще не устраивает. Ну вам же сколько? Ну 50. Куда-то получить образование, поехать работать. Вас ничего не держит? Я никогда не была, я всего боюсь. Отбирать такую взрослую дочь из семьи все же не стали. Тем более, что условия, в которых она сейчас находится, безопасны для нее. Но все же формальности решили соблюсти. Вы даете согласие на передачу ребенка под опеку своему сыну. Сын оформляет добровольную опеку. Никаких выплат он получать не будет. Но он будет головой своей отвечать за жизнь и здоровье. А если я себе в порядок все приведу за месяц? Ну приводите. Дом в порядок все приведу. Ну тогда дочь надо будет к себе забрать. Мы очень надеемся, что наш приезд как-то помог встряхнуть эту женщину. И быть может она действительно перестанет бояться и возьмется за себя. Не только ради 17-летней дочери, но и ради себя и своих внуков. Беспечность и лень часто становятся причиной постановки на учет. Расслабляют и пособия. Многие родители просто не считают нужным работать. И пример тому не только предыдущая история, но и следующая. Уборка идет? Ну хорошо. В этой семье трое школьников 13 и 14 лет. Родители оба живы-здоровы. Вот только, говорят, любят расслабиться. Гуляли, видать, да? Да не гуляла я. Она мне просто позвонила суза защиты. А я не с назвоти была. И она подумала, что я выпившая. Мужчина приезжала сначала в протокол составила. И буквально вот вчера, после вчера, с ПДН приезжали. А, ну я, ну короче, за вами блюдят со всех сторон. Блюдят, блюдят со всех, я уже устала. А вы состоите на учете уже? Ну да. А это значит сигнал не первый. Тем более протокол просто так составлять не стали бы. Сколько семья находится под контролем, неясно. Понятно одно. Выбираться из трудной ситуации они не собираются. По крайней мере, в ближайшее время. Я не работаю пока. Ну, то, что я не работала, то, что у меня дети в разные смены учились. Старшие с утра, эти с обеда, зима, печку топить. Года три, наверное, не работаю. Года три и не хотите работать? Я что-то на работу учусь. И посоветов получаете? Пока получаю. Не, у меня сейчас муж его сейчас вот просто уволился, ему тяжело. То есть вы, получается, оба не работаете? Ну вот он месяц только отдохнул у меня. А вам сколько сейчас лет? Мне 38, 39 вот будет. А вы на что живете? На пособие только? Ну, почему я колыблю? Для государства считается, что если ребенок старше трех лет, значит, родители могут вполне устроиться на работу, правильно? Если человек ищет причины, значит, он не хочет. Не, ну сейчас я пока не хочу. Я просто уже наработалась. Я думаю, отбокну маленечко. Ну, вы подумайте о детях, на что вы его идете, что пособие хотела получать. Муж будет работать. Более того, так как семья стоит на учете, они могли бы бесплатно отправить детей в летние лагеря. Но для этого нужно подать заявку. Однако маме, как выяснилось, и это тяжело сделать. В прошлом году они есть. В прошлом году, позапрошлом году у нас отправляли. В этом году я что-то уже устала их собереть. А почему? Вам какая-то помощь сейчас вообще требуется? Но помогать насильно никто не будет. Мы рекомендовали родителям подать заявку на соцконтракт по направлению трудоустройства. По нему они могли бы не только бесплатно переобучиться или найти работу, еще и сохранили бы пособие. Вот только воспользуются ли они таким шансом, зависит только от них самих. В общем, вам нужен по-хорошей пендель. Да. Но вы знаете, что если приедут и вас увидят. Молодая семья держит в страхе весь переулок. Такой сигнал поступил нам из Октябрьского района. Мы решили выехать на место и проверить. Что у вас случилось? Я курил. А кто думал? Не осторожно, бросил. Ну? Из-за бычка, что ли? Да. Говорят, в этом дворе часто громко играет музыка и собирается молодежь. Но следов буйных застолий мы не нашли. Жилье снимаете? Снимаю. Года три, наверное. Музыка есть у меня. Постоянно музыка просто орет. И на улице теплицу стою. Говорят, убираюсь. Как вчера день ваш проходил? Вчера дождь был, мы дома сидели. Глава семейства работает на заводе, а мамочка сидит с малышом. На учете социальных служб семья никогда не значилась. И все же повод для беспокойства нашелся. За два дня до нашего приезда здесь произошел пожар. Быть может, это и стало причиной сигнала. Мама тушила огонь? Да, лейком. А папа где был? А папа был в работе. В каком состоянии была мама в тот день, сейчас не докажешь. Главное сейчас продукты в изобилии, родители трезвые. А это значит, у нас считается, что сигнал не подтвердился. Но все же с родителями провели беседу и предупредили. И если подобное повторится, то так легко отделаться не удастся. Еще по одному сигналу мы приехали в село Анахошибирь. Говорят, здесь живет женщина, которую лишили прав на троих детей. Сейчас она родила четвертого, но якобы продолжает вести разгульный образ жизни. Эта семья прогремела на всю республику три года назад. В некоторых СМИ вышла информация, что женщина довела до истощения 13-летнюю дочь. Поступила информация от врача-педиатра о том, что несовершеннолетняя поступила в больницу по скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Девочка была чуть выше метра и весила чуть больше 17 килограммов в 13 лет. Но почти сразу выяснилось, у ребенка имелись врожденные заболевания. Ну, говорят, что я ее не кормила. Ну, как я могу ребенка не кормить? И все же, видимо, подозрения были не совсем беспочвенные. Девочку у матери все-таки забрали, а чуть позже и двоих ее братьев. А репетишек у вас клады решили в прошлом году? Ну, это Нина, потом мальчика, вот когда я забеременела, меня судили, когда меня забрали. Сидела-то я в ВВСТ. За девочку, что ли, отсюда? За то, что я один раз не отметилась, приехала вовремя. А с дочкой-то у вас что? С ней? С дочкой, ну. А у нее же почки, у нее же почка-то одна отказала, ее же поставили на диализ. А она сейчас где? Сейчас в городе, в больнице, в нефрологии. А кто, опека, на ком? Сестра. Тоже, она всех троих получается, родная ваша. А с ребятишками-то они общаетесь? Да, они все на каникулы сюда приезжают, всю зиму приезжали сюда, сестра, дочь. А они под опеку у родственников? Да, у сестры живет. После этого женщина родила еще одну девочку. Малышке сейчас полгода. Но, говорят, мама периодически опять начала гулять. Говорят, вы что-то гулять опять начали. Нет, вот у нас даже не похоже. Может, недавно гуляли? Нет, у меня вот сестра приезжала, ну, под первым мужем. Вот они здесь сидели, гости приехали. Ммм, может быть, их увидели. Ну, они сидели, да, здесь у нас в Аграде. А она на вас похожа? Ну, в Аграде сидели, галдели, конечно, чем может быть. И кто-нибудь подумал. Муж гуляет, может быть. Ну, он выпивал тут раз маленько, и все вот после похорон. Позавчера кто-то бы гулял у вас еще? Ну, к нам приходил в гости. А вот в гости приезжали, с бичуры. Конечно, мы сейчас не застали, мы не можем говорить точно, да. Пили вы с ними, не пили. За руку вас, как говорится, не поймали, не пойман, не вор. Но если сообщения такие поступают, значит, что-то есть. Вы эту историю знаете. Вы уже лишены родительских прав, и никто чихаться сейчас с вами не будет. То есть одного сигнала... А лечение никакого не хотите проходить? От алкогольной зависимости, например. Работают проекты с чистого листа. А мне предлагают, что у него цедули. Вы отказались? Нет, я сама буду перебороть. А на других детей-то вы не хотите восстанавливать родительские права? Не скучаете по детям? Почему они каждый раз приезжают, там всю зиму вот каникулы были? Все равно неправильно, я считаю. Вы так не считаете? Ну, конечно, неправильно. Ну, нужно их восстанавливать и самой отвечать. А иначе у вас так алименты, во-первых, продолжат копиться. Вы будете должны там и государству, и сестре, и всем на свете. Во-первых. А во-вторых, ну ваши же дети. И хоть на этот раз сигнал не подтвердился, учитывая богатый асоциальный опыт, мы решили оставить эту семью на контроле. И смотрите во второй части выпуска. По следам наших материалов, что изменилось в подучетной семье после рождения четвертого ребенка. Это наш Владик. Он поступил к нам в группу около месяца назад. Маленькие да удаленькие знакомимся с новым героем рубрики «Мама найдись». Важным условием для получения такой помощи является уровень дохода в семье. Поддержка студентов. Кто и на какую помощь может рассчитывать. И он чем меня покорил? Это надежностью. Человек для жизни именно, не так, чтобы просто погулять. В чем секрет семейного счастья? Свою версию рассказали победители конкурса «Семья года». Эту семью мы узнали около трех лет назад. Дома был полнейший хаос и грязь. А за тремя малышами приглядывал дед, так как матери постоянно не было дома. В конце прошлого года она и вовсе заявила, что собралась замуж и намерена переехать в другой регион. Но чудо не случилось. В итоге сейчас она родила от несостоявшегося мужа. И роды пошли всей семье на пользу. Кушать, и там есть кастрюля полная. Я тут все беременная, переставляла, берила. Мы с дедом вдвоем еще это прискали. Дома прямо все, вот красота. Очень рада. Этот шкаф вы выкинули, вот этот купили, да? Не было же его, да? Шкаф, который тут прямо мы забрали, купили. Старенький. А эти по кухонному гарниту. Мы очень рады. У вас прямо хорошие изменения такие. Но с учета семью, конечно, пока не снимут. Тем более, что девушка еще не оформила до конца документы на новорожденную. А вместе с ним и пособие. Детский как данный получаете? Так вот у меня 20 мая закончился срок. Из-за того, что с ним с ним пришел, я не могу опортироваться. Также пока не решился вопрос и с младшим сыном. Мамочка должна с ним пройти психолого-медико-педагогическую комиссию. И отправить, наконец, ребенка в школу. Сейчас ему 8 лет. Так что пока семью оставим на контроле. Ну а сейчас рубрика «Мама, найдись». И сегодня у нас очень юный герой. Привет! Этого малыша зовут Владик. Он появился на свет всего 4 месяца назад. Но, к сожалению, мама не смогла обеспечить ему хороший уход. Мальчик с особенностями, а потому его забрали. И здесь он начал меняться буквально на глазах. Когда он поступил, он не наблюдал за перемещением игрушек. Он как бы не был такой эмоциональный. А за время нахождения в группе, он находится у нас около месяца, он на общении со взрослыми стал улыбаться. Он стал хорошо сейчас следить за перемещением предметов. Еще Владик, наконец, научился уверенно держать голову, опираться ножками и держать игрушки. Для такого малыша это огромный успех. При поддержании подмышки Владик у нас стал упираться ножками от твердой поверхности. А при вертикальном положении он хорошо держит голову. Да, для его месяца развитие, я считаю, что соответствует его возрасту. И воспитатели уверены, он добьется еще многого, особенно если с ним всегда будут рядом родные любящие люди. Владик у нас любит качаться на гимнастическом шаре. Хорошо сосет смесь. Аппетит у него хороший, сон спокойный. По вопросам жизнеустройства Владика, а также других детей, оставшихся без попечения родителей, можно узнать в региональном банке данных. Ну а чтобы дети не попадали в социальные центры, семьям стараются всячески помочь. Каждый год придумывают все новые меры поддержки. К примеру, в этом году решили помочь семьям, где есть студенты. Подробнее в рубрике «Семейный бюджет». Конкретно речь идет о среднем профессиональном образовании. То есть, если ваш ребенок учится в колледже, лицее или техникуме на платной основе, то можно возместить часть оплаты. Правда, воспользоваться поддержкой смогут только многодетные. Важным условием для получения такой помощи является уровень дохода в семье. С начала этого года такую помощь у нас в республике уже получило 10 семей. И если какие-то вопросы есть, то необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства. Компенсация составит 50%. Получать можно после каждого семестра или один раз в год. Главное – успеть подать заявление в течение месяца после сессии или до 31 октября текущего года. Мера новая работает с начала этого года. Но ей уже успели воспользоваться 10 семей. По всем вопросам можно обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства. Не менее важна бывает и моральная поддержка, особенно от близких. Так считаю не только я, но и победители регионального конкурса «Семья года». С Купченко и Скабанского района поделились с нами секретами семейного счастья. Мы – семья С Купченко! Из Бурятии идут! Мы занимались спортивным туризмом. Песни под гитару, все такое. Два года дружили, потом создали семью. Мой муж водил группы. Мы были на Чиньшане, в Саянах, в Мордобане. И он чем меня покорил? Это надежностью. Человек для жизни именно, не так, чтобы просто погулять. Папа ездит на рыбалку, он откапывает червяков, но и пахает так землю. А вы на рыбалку вместе ездите? Ну, иногда папа один, а иногда мы всей семьей. В многодетной семье плюс очень главное, что есть с кем поиграть, всегда весело. Часто играем в волейбол, а вечерами играем в настольные игры. Вообще, Тимур у нас спортсмен, и он почти каждые выходные участвует в соревнованиях. Тимур у нас серебряный призер чемпионата мира по боевому самбу. Человодство – это образ жизни. То есть я, когда ухожу на пасеку, мне хорошо. Ну, я думаю, что секрет семейного счастья заключается в взаимопонимании, в любви и в уважении друг друга. В семье должны быть дети. Дети, чтобы у нас и чтобы между родителями было понимание. Ну, и на этой позитивной ноте завершаем выпуск. Желаем, чтобы любовь и уважение царило во всех семьях. Ну, а если вы знаете адреса, где обстановка противоположная или, не дай бог, дети в опасности, обязательно сообщайте в экстренные службы на горячую линию Министерства социальной защиты или к нам в редакцию. Наш номер прежний – 606-729. Постараемся помочь.